ВООДУШЕВЛЯЮЩАЯ МУЗЫКА Что наша жизнь... ...и кровище, какой вопрос был сегодня лучшим? Было много хороших вопросов, я думаю. Кто ваш фаворит? Ну, господин ведущий, мне, честно говоря, понравился вопрос про Гарри Поттера. Мне кажется, довольно интересно, и немножко обидно, что команда его не взяла, но он простой, на мой взгляд, довольно простой, прямой и симпатичный. Ну что ж, у нас, если я правильно помню, Сергей Ким из Хельсинки становится автором лучшего вопроса сегодняшней игры. Сергей Ким, сектор Хельсинки. Господин Тарасов, мне кажется, что этот вопрос как раз в большей степени для вас, возможно. Возможно. Смотрели ли вы фильм «Гарри Поттер и философский камень»? Да. Смотрели, замечательно. Ну, тогда вы, конечно, знаете, что в фильме «Гарри Поттер и философский камень» троица главных героев сыграет партию в волшебные шахмы. Играют. А тех, кто, возможно, этот фильм не смотрел, сообщу также, что, согласно условиям, они занимают места некоторых фигур. Внимание, вопрос. А зачем, по мнению аналитика Джима Даля, Рон Уизли в этой партии разыграл скандинавскую защиту? Ну, он жертвует собой. Да, он жертвует собой, он был конем. Да, он был конем. Так, Валерич, Рауф, скандинавская защита, конь, что можете сказать быстро? Он точно не выходит. Я не знаю, но на втором, на третьем ходу больше ничего не можешь сказать. Потому что конь, скажем, может, он был пешкой на самом деле? Нет, он был конем. Он был конем. Точное знание. Ну, он должен был себя выпилить по-хорошему из сюжета, скорее всего, просто. Ну, короче, он хотел побыстрее разменяться и уйти. Ну, да, ну, смотри, скандинавская защита, это Е4, Д5, то есть ты жертвуешь пешку как бы первым ходом, да? Ну, они никто не пешка. Они были слоном, офицером, ну, этим слоном, конем и ладьей, по-моему. И ладьей, да. То есть Рон должен вообще-то просто выпилиться, скорее всего. Чтобы Гарри Поттер в конце остался один для накалов. У него были дела, и он хотел побыстрее уйти. Вот единственное. Ну, они побыстрее, он уходит в конце. Он живет с собой, и Гарри ставит мат. Ну, аналитик-то при чем здесь? Он же какой-то смысл в это закладывал. Ну, чтобы Гарри мат поставил, чтобы Гарри ставит мат фигуры своей. Только это и так очевидно, нет? Он сам ставит. Именно фигура, которую Гарри ставит мат. Тишина за столом, господин Либерман. Ну, мне кажется, что вы как-то увязли в каком-то знании. Поверьте, все, что вам нужно, мы рассказали в этом вопросе. Да, вам не обязательно совершенно знать, какие места, каких именно фигур они занимали. Итак, кто будет отвечать на этот вопрос? На этот вопрос ответит Владислав Тарасов, безусловно. Ну, господин Тарасов, продолжим с вами. Давай продолжим. Итак, занимают они места некоторых фигур, троица главных героев, и разыгрывает зачем-то Рон, руководящий партией, именно скандинавскую защиту. Ваша задача ответить, почему же, зачем, по мнению этого аналитика, он ее разыграл, именно скандинавскую защиту. К сожалению, я не знаю, в чем заключается скандинавская защита. Ну, вам озвучили это в минуте. Да, я понимаю. Но поскольку мы все-таки рассматриваем на аналитика, я надеюсь, что он должен иметь какое-то значение для сюжета, кинематографическое. И понятно, что Гарри Поттер должен пойти на встречу с Вандемортом 1, поэтому Рон в целях сюжетного поворота жертвует собой той фигуры, которую он играл. Хорошо, ну ваш ответ понятен, господин Тарасов. Господин Мамедов, кажется, вы сказали, как разыгрывается скандинавская защита. Не, я просто знаю, что есть 4D5, 4D5. Но я знаю, что есть... Совершенно верно, совершенно верно, господин Мамедов. Это все, что вам нужно было знать для того, чтобы ответить на этот вопрос. Теперь, внимание, правильный ответ. Ну, господин Тарасов, смотрите. Дело происходит в дебюте. Вот представьте себя на месте главных героев. Вы попадаете на доску с волшебными шахматами и занимаете места определенных фигур. У вас какая задача, господин Тарасов? Выиграть, а самое главное, не погибнуть, я полагаю. Так вот, господин Тарасов, чтобы проверить, действительно ли фигуры, которые побили на этой доске, уничтожаются, Рон Уэзли разыграл скандинавскую защиту, в которой уже в самом начале происходит небольшой размер. Ну, именно для того, чтобы проверить, что это та самая разновидность шахмат, где съеденная фигура уничтожается. Это и позволило ему определить стратегию на дальнейшую игру, чтобы его друзья не были атакованы. Снова была у вас правильная мысль, господин Либерман, но, к сожалению, опять шаг у вас сделать не получилось. 2-0, 2-0. Команда... Нет, господин Блазеров, 2-0, но я, насколько помню книгу и фильм, он не то, что проверял. Ему это нужно было для комбинации, чтобы поставить мат. Господин Либерман, мы говорим о дебюте партии, о дебюте. Для комбинации, поверьте, Матова это еще... А, чтобы на втором ходу проверить, ну ладно. На втором ходу проверить, совершенно верно, господин Либерман. А счет становится 2-0, 2-0 в пользу команды зрителей. Спасибо.